ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПАРИЖ ВОБЩЕ ПОЛОН ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ ОТ КОТОРЫХ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ НЕДОУМЕВАЮТ ВЕДЬ НАСТОЯЩИЙ ПАРИЖ ДАЛЁК ОТ ТОЙ ГЛЯНЦЕВАЙ КАРТИНКИ КОТОРУЮ ПРЕДЛАГАЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПУТЕВОДИТЕЛИ ЭТИЛЕВА БАШНЯ ХРУСТЯЩИЙ КРУАСАУН ГОЛОТОК ГОРЯЧЕГО КОФЕ ИМЕННО ТАКИМ ПАРИЖ ВИДЕТ ПОЛОВИНА МИРА И ИМЕННО ТАКИМ ЕГО НАРИСОВАЛИ СЕБЕ САМИ ТУРИСТЫ И ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА СТОЛИЦУ ФРАНЦИИ ГЛАЗАМИ ПАРИЖАН ТО ЭТО БУДЕТ АБСОЛЮТНО ДРУГОЙ ГОРОД ОНИ НИКОГДА НЕ ПЬЮТ КОФЕ НА ХОДУ ЭТО ПРИЗНАК ДУРНОГО ТОНА НА ЗАБЕРИ, НЕ ПОЗОРЬ МЕНЯ КРУАСАН ВЫПЕЧКА РОДОМ И СТУРСИИ И ОЧЕНЬ ЧАСТО ПОПАДАЕТСЯ В ВИДЕ ПОЛУМЕСЯЦА НА, ПОЕШЬ, КУШЬ, НЕ ОБЛЯПАЙСЯ НУ А ЭФЕЛЕВУ БАШНЮ ОНИ НАЗЫВАЮТ УРОДИНЫЙ Я, АНДРЕЙ, РАЗЫГРАЮВ И ОТПУСК БЕС ПУТЕВКИ ИЗ ДВУХ РАЗНЫХ ПАРИЖЕЙ НАЧИНАЕТСЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидеть Париж свысока и обомлеть! Большинство туристов стремятся сделать это именно с Эйфелевой башней. Эйфелеву башню часто называют еще вот элегантной французской ножкой. Ну да, отсюда это похоже. Да не просто ножкой, а еще и в ажурном чулочке. Французы те еще затейники. Все у них тут исключительно про любовь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должна была простоять всего лишь лет 20, а стоит уже 130. И манит к себе туристов, любящих высоко стоять, далеко глядеть. А если прибавить к этому романтические истории про то, как мужчина делает свои возлюбленные предложения на этой самой башне, а под ногами у них сверкает и переливается Париж, ну как не захотеть туда подняться. И хотят многие. Так что нужно быть готовым к многочасовым очередям, к тому, что вам придется раскошелиться минимум на 20 евро, потом толкаться в переполненных лифтах, а затем ухитриться, протиснуться к оградке, чтобы наконец-то попытаться насладиться видами города. Не очень-то заманчивая перспективка. Есть вариант гораздо интереснее. Башня Монпарнас. Один-единственный небоскреб в центре города. Парижане воткнули свечку, поняли, что это смотрится некрасиво и успокоились. Этот гигантский небоскреб хоть и выбивается из панорамы Парижа, но зато именно с него открываются лучшие виды на город. Да, не бесплатные, но стоящие того, чтобы за них заплатить. Здрасте. Сколько? Раз, два, три билетика, пожалуйста. Пройдем, пройдем, пройдем. На самом интересном месте. Пойдем, все. Пойдем, пойдем, пойдем. Мясти Баку. Так. 56-й. Затем еще несколько пролетов пешком и... Ну очень здесь красиво. И знаете, я согласен с теми, кто рекомендует посещать эту смотровую площадку именно в тот момент, когда солнце касается земли. Париж предстает в особом цвете. Да, это вот тот самый момент, когда можно сказать весь город у твоих ног. И знаете, в чем главное отличие и преимущество этой смотровой площадки от Эйфелевой башни? В том, что отсюда открывается потрясный классный вид именно на Эйфелеву башню. Потому что, находясь на ней, ты ее не видишь. А тут, пожалуйста. И давайте сделаем комплимент этой железной леди. Она эффектна и изысканна. Особенно, когда начинает включаться иллюминация. Но и Эйфелева башня, и башня Мон-Парнас – это все же туристические аттракционы. Настоящие парижане любуются на город в совершенно другом месте. Полюбоваться Парижем вообще без очередей и абсолютно бесплатно можно. И нужно это делать здесь, на Мон-Мартре. Это самая высокая точка столицы Франции. Холм высотой 130 метров. Эта смотровая площадка расположена у базилики... Эта смотровая площадка расположена у подножия Секрикер – базилика Святого Сердца. Кстати, русские прозвали ее «Храм Христа Спасителя». А местные, которые сами любят сюда приезжать... Ну а местные, которые тоже очень любят сюда приезжать, дали другое название – «Национальный торт». Ну и в принципе, если смотреться, то купола Секрикер действительно напоминают сахарные головы. О, и солнышко выглянуло. Белоснежное Секрикер или Святое Сердце Христово – одна из самых удивительных церквей Парижа, которая считается таким же символом столицы Франции, как и Эйфелева башня. Вот это вид, конечно! Вау! Это даже не вид на миллион. Это просто орвыш и гор! Красота! Но если уж быть до конца откровенным, то истинные парижане предпочитают не любоваться Парижем с высоты, а быть его частью, находиться внутри, жить вон в тех окошках, сидеть вон в тех кафешках или гулять по тем вон колоритным узеньким улочкам. Вот так!